Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания к Эфессианам, святого апостола Павла. Сегодня перед нами пятая глава данного послания, и сегодня мы с вами читаем отрывок, координаты его таковы, стихи с 20 по 26 пятой главы. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня перед нами вновь отрывок из послания к Ефесиным, святого апостола Павла. Сегодня перед нами пятая глава, стихи с 20 по 26. Сегодня перед нами образ семьи, образ взаимоотношения, какие благословляет церковь в семье. Но на самом деле всегда за первоначальным смыслом стоят и другие смыслы Писания. Наша задача рассмотреть и первоначальный смысл, такой очевидный на поверхности, но увидеть за ним и нечто иное, которое иное не по духу, но лишь по букве. Духовно же она раскрывает полноту отношений Бога и человека. Итак, сегодняшний отрывок начинается словами. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу и в страхе Божьем». Итак, мы живем в благодарении. Евхаристия, как мы называем литургию, как она именуется, это благодарение. Высшая молитва, высшее обращение к Богу – это благодарность. Мы благодарим Господа. Когда? Всегда. Благодаря всегда. За что? За все. Благодаря всегда за все Бога и Отца. Действительно, мы должны жить в благодарении. И мы должны научиться жить в благодарности Богу за все. Буквально за все, что происходит с нами. Не всегда то, что происходит с нами, нам нравится. И не всегда оно в рамках этого мира считается вообще благом. Но мы должны научиться стойкости в благодарении. Несмотря ни на что. Мы привыкли благодарить только за то, что нам нравится. Но для нашего назидания порой Господь поступает не так, как нам нравится с нами. Но мы должны и за это благодарить Его. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Страх Божий – это основа и начало премудрости во Христе. Только так мы обретаем истинную мудрость, когда начинаем жить свою согласно этому постулату Священного Писания и церковного нашего предания, что начало премудрости – страх Господень. «Повинуясь друг другу грех, который мы постоянно исповедуем великим постом в молитве Ефрема Сирина, пытаемся его от себя отбросить, совлечь в себе вот эту ветхость человеческого естества. Грех – любоначалье». Все любим покомандовать, все любим поначальствовать, быть, так сказать, людьми славными, людьми значимыми, чье слово все слушают, а наоборот нам не нравится. Поэтому нам нужно научиться послушанию на всех уровнях. И учиться послушанию непросто. И право Господь наставит в такие обстоятельства, где это послушание мы в себе вырабатываем. Мы должны Ему учиться, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Ради страха Божия, ради исполнения заповедей, мы должны научиться вот этому повиновению. И далее апостол Павел говорит это применительно к семейной жизни. Но, как мы видим, эти образы, они выходят за рамки семейного бытия. Так везде. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Так апостол Павел начинает с «жен». Это действительно было логично в тот период времени. В иерархии бытия, иерархии значимости жены были не на первом месте. Далеко не на первом месте. Они не всегда были начальствующими. Они не имели практически никаких прав и так далее, и тому подобное. Но, с другой стороны, мы видим, что жены первые идут. «Жены должны повиноваться своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Здесь, казалось бы, какое-то рабство. Если хозяин муж, что хочу, то и ворочу. Но нет. Апостол Павел предлагает нам вот этот баланс. Жены должны повиноваться. А мужья? Мужья должны любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. «Баланс повиновения равнозначен любви мужа по отношению к жене». Жена должна чувствовать свою любовь. Не свою любовь, а любовь мужа к ней. Его заботу о ней. Его готовность расточить всего себя ради нее. Вот такому мужу жена должна повиноваться. А мы видим инфантильных мужей и непослушных жен, строптивых жен. И одни обвиняют других. И кто здесь виноват? Да, все виноваты. И те, и другие. И все кричат о своих правах, нарушая тот баланс, который предлагает нам апостол Павел и предлагает нам церковь. Баланс любви, послушания, которые уравновешивают друг друга. Христос возлюбил церковь свою и предал себя за нее. Так и мужья должны отдавать самих себя в жизнь своей семье. Все. Теперь семья есть центр вселенной, есть задача мужа. Его малая церковь, его жизнь, его спасение. И жена, как церковь, повинуется Христу, должна неукоснительно повиноваться мужу. Здесь речь не идет о какой-то тирании, о каком-то насилии. Нет. Здесь речь идет о соработничестве, где у каждого есть свой функционал в семейной жизни. Сегодняшний же век со своей пропагандой свободы безответственности пытается разрушить этот баланс, пытается разрушить эту традицию. Конечно же, времена меняются, меняются экономические, социальные условия жизни людей в обществе. Но Бог всегда один и тот же. И то, что Он предлагает нам, как устроение нашей жизни, оно непреложно, оно неизвратимо и неисследимо. Оно ради нашего спасения, нашего назидания и созидания нашей жизни. Поэтому воспримем слова сегодняшние как некий вектор, как некую цель для каждого из нас. И будем стремиться к этому балансу, к истинной любви, к истинному послушанию друг к другу, в страхе Божьем. Все это скреплено верой и Господом. Только так будем созидать наши семьи. Будем молиться, дорогие братья и сестры. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взяться в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok